Как делишь кривитишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня вместе с вами мы будем рассматривать как добавить в ванильный мир Майнкрафта на версию 1.9 новые оружия, а именно дробаши, точнее дробовики, пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, п-90, петухи, эмки, калаши, снайперские винтовки, АВП ребята и многое другое вы увидите в этой серии. Я буду рад, если вы запилите вот такой большущий палец вверх, ребята, каждый ваш лайк для меня важен, и давайте, давайте попробуем набрать 2500 лайков, я вам скажу большое спасибо и выпущу новую серию завтра, ребята, я верю, что мы сможем набрать. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, вы можете делиться этим видео со своими друзьями, также можете оставить свой комментарий, я на него, ребята, постараюсь ответить. И тянут мы больше не будем с приветствием, и сразу же, ребята, будем приступать к самой команде. В первую очередь, как вы знаете, нам обычно нужно выдать себе командный блок, который выдаётся с помощью вот такой, ребята, вот команды. Выдаём, вот так у нас появился командный блок, и сейчас нам нужно его поставить куда-то на землю. Ставим и вписываем команду на сами оружие, да, которое уже находится, ребята, в описании. Тут нажимаем всегда активный, для того, чтобы сразу активировать вот эту команду, и смотрим, как она устанавливается. Немного она не туда установилась, ну да пофиг, и так, прям, прям точка в точку. И сейчас, ребята, нам нужно скопировать вторую команду, потому что эта команда, эта махина состоит из двух команд. Первую я уже вставил, и сейчас в этот блок мы вписываем вторую команду. Также тут нажимаем всегда активный, и, ребята, ждём. Всё, наша команда была успешно установлена, то есть, как видите, всё успешно работает. И сейчас, ребята, чтобы продолжить, вам нужно будет скачать вот этот текстурпак, который у меня уже установлен, вот, weapons, версия вторая, да, то есть, это текстурпак специально для оружия. И замечательно, ребята, сейчас у нас уже установлены новые оружия в Майнкрафт. У меня нету ни единого мода, многие люди не верят в то, что я это делаю с помощью обычной команды. Но, ребята, тут нету ни единого мода, ни единого, это обычная команда в Майнкрафте. Вы можете просто-напросто её сами попытать использовать, да, просто берёте, копируете, устанавливаете её в ваш Майнкрафт, и увидите то, что она действительно работает. Да, ребята, сейчас, чтобы приступить к крафту оружия, нам нужно скрафтить оружейный верстак. Крафтится, ребята, он вот так. Командный блок мы уже можем выложить. Крафтится, ребята, он вот так. Нам понадобится 8 досок и также полстака железа. Мы выкидываем это на землю, и, как вы видите, у нас появилось яйцо призыва верстака. Спаунь мио, допустим, вот тут, вот наш верстачок, и всё, ребята. Сейчас вы на него нажимаете, и, как вы видите, вы тут можете покупать всё, что угодно. У нас есть флешка, у нас есть граната, у нас есть снайперская винтовка, другая снайперская винтовка, у нас есть мушкет, у нас есть калаш, ребята. Офигеть! И это всё в обычном Майнкрафте. И сейчас, ребята, в этой серии я вам хочу показать 4 пушки и также, как крафтятся патроны. А если вы захотите, я сделаю ещё одну серию, где я буду показывать снайперские винтовки, калаши, эмки и многое другое, ребята. Я сделаю обзор только на полкоманды, потому что она, ребята, действительно очень большая. И в первую очередь давайте мы приступим к револьверу. Как он крафтится? Крафтится он с помощью 4 вот таких деревцов и 16 железа. Вот давайте его скрафтим, точнее купим, можно и так сказать. Нам понадобится, как я уже сказал, 4 дерева и 16 железа. И мы, ребята, с вами получаем револьвер. Вот смотрите, как он выглядит, это 3D-модельки в обычном ванильном Майнкрафте. И, ребята, для того, чтобы стрелять, дайте-ка я выключу гейммод, чтобы вы не говорили, мол, Эдисон, это работает только в гейммоде. Нет, ребята, это не работает только в гейммоде. Я сейчас себе выдам быстренько эффект для того, чтобы я никогда не голодал. Вот так, ребята. И смотрите, что нам нужно. Сейчас нам нужно купить себе патроны, потому что, как видите, я нажимаю правую кнопку. Вот, слушайте, ничего не работает. Нам понадобятся патроны. Как делаются патрончики, ребята? Идем вот сюда. Патроны делаются с помощью 16 пороха и также одно железо. Ставим вот сюда. И, как видите, у нас появляется вот тут магазин. Магазин составляет из себя 6 патронов. То есть револьвер, 6 патронов. Но сейчас я включу гейммод для того, чтобы сделать немного больше. Давайте возьмем хотя бы вот столько. Замечательно. И что у нас делает револьвер? Револьвер наносит 4 урона за 1 выстрел. Это уже, в принципе, много. Если у наших... Хотя, сколько здоровья у зомби? Мне кажется, 20, да? А мы сейчас преэкспериментируем. У нас есть тут поле сражения. Тир, можно сказать. И как быстро стреляет револьвер? Раз в 0,75 секунды. Да? То есть, можно сказать, ему понадобится практически 1 секунда для того, чтобы выстрелить повторно. Потому что револьвер наносит много урона. И он, в принципе, очень медленный. Давайте, ребята, мы испытаем наше оружие на вот этих бедных зомби. Выстрелим. Пум. Раз. Пум. Три, два. Пум. Даже отдача есть. У меня прям откидывает наверх. Вот смотрите. Пум. Четыре. Это сколько уже было? В принципе, да. Мне кажется, у зомби... У зомби 20 жизней. Вот давайте еще раз посмотрим. Четыре. Восемь. Двенадцать. Шестнадцать. Двадцать. Хм. Значит, шесть выстрелов, ребята. Вот целый магазин нужен для того, чтобы убить этого зомби. В принципе, баланс даже в этих оружиях есть. Потому что, как вы видите, я не убиваю всех монстров с одной атаки. И это очень круто. А смогу ли я, допустим, отсюда выстрелить? Офигеть, ребята! Отсюда. Офигеть! А вы представьте, какие сражения можно устраивать с друзьями на вот этих оружиях. Это просто офигеть, ребята. Ребята, хотите ли вы, чтобы я с кем-то устроил сражения на вот этих крутых оружиях? Потому что, это офигеть, ребята. Вас даже в Майнкрафт не будет лагать, потому что это все без модов. Это офигеть, ребята. Как круто! Но давайте мы приступим к следующему оружию. Это тоже уже можно выложить. Какое у нас следующее оружие? Если это у нас был револьвер, то это у нас, ребята, пистолет. Крафтится он с помощью восемь редстоана и шестнадцать слитков железа. Давайте мы его вот тут скрафтим. Ставим вот это вот сюда и вот это вот сюда. Вот так. И смотрите, как у нас выглядит пистолет. Это, мне кажется, глок, ребята. Что-то в этом роде это напоминает глок. Но, как... А нет, я все же еще могу стрелять. Вот смотрите, как он... Вот, все, у меня патрон сейчас закончился. Нам нужно еще раз, ребята, купить патроны. Дайте-ка я быстренько это все куплю. Вот, ребята, я прикупил себе патрончики. И сейчас мы испытаем наш новый глок. Какие характеристики у нашего нового оружия? Три урона за выстрел и также два выстрела в одну секунду. То есть, как вы видите, он на двадцать пять сотых быстрее, чем вот десятых. Быстрее, чем вот этот револьвер. Ну, в принципе, да. Но на один урон меньше. Вы, ребята, можете судить сами, что вам лучше выбрать, чем лучше бегать и чем лучше стрелять. Я вообще-то хотел нормального зомби заспавнить, а не тебя, зараза. Но это прям суперская возможность для того, чтобы испытать наше оружие. Пум, замечательно, ребята. Это действительно очень круто. Мне нравится вот эта пушка. Мне она очень нравится, потому что она, если честно, очень даже такая быстрая. И офигеть, как круто выглядит иметь при себе глок в кармане. Прям какие-то гангстеры нафиг в этом большом гетто, да. И очень крутая пушка, очень крутая пушка. У меня намного больше удовольствия стрелять с этого оружия, чем, допустим, с револьвера. Я не знаю почему, но оно мне намного больше нравится. Вот смотрите, три выстрела, четыре выстрела, пять выстрелов, шесть. Тоже шесть выстрелов, так же и как револьвер. Я не знаю почему, но урон, в принципе, они имеют разные, но убивают зомби с одного и того же счета пуль. То есть, шесть пуль. Мне кажется, ну, нормально, да. Но знаете что, ребята, давайте мы приступим уже к большому калибру. А какой у нас будет большой калибр? У нас идет, ребята, дробовик, который крафтится с помощью четырех дерева, вот так и двадцать четыре железа. Дробовик, ребята. Офигеть, эти 3D модельки, они прям убивают, потому что офигеть, как они круто смотрятся. Но, ребята, сейчас нам нужны патроны. Патроны уже крафтятся не так, как крафтятся для пистолетов, потому что, как вы знаете, дробовик не использует патроны. Он, ребята, не использует патроны и смотрите, что он использует. Вот, вот это нам нужно. Нам нужен райфл клип, уже специальные патроны для дробовиков и также для автоматов. Мы покупаем вот это за шестнадцать пороха и четыре железа. Сейчас давайте быстренько включим гейммод, вы спросите, зачем? А затем, чтобы сделать несколько вот таких старков, ну, чтобы потом каждый раз не покупать, а чтобы у нас много вот этих магазинов было в инвентаре. Вот так, ребята, замечательно. Выключаем гейммод, включаем день и сейчас, ребята, мы пойдем испытывать наше оружие. Как вы знаете, дробовик всегда делает очень много урона на ближних дистанциях. На средних дистанциях и на дальних дистанциях дробовик просто ни о чем. Тут даже написано куча урона, потому что очень большой урон. И также какая скорость. Один выстрел раз в три секунды. Это очень, очень, очень медленное оружие, но все же, ребята, очень убойное. И давайте мы сейчас попробуем выстрелить с помощью этого дробовика. Пум! Как вы видите... А ну, давайте еще раз. Похоже, ребята... Похоже, дробовик это не для меня. Потому что я как-то себя убил с помощью этого дробовика. Давайте, ребята, мы еще раз попробуем, что же такое дробовик. Мне кажется, он даже нам урон наносит. А почему он нам урон наносит? Вот это меня, если честно, очень интересует. А ну, давайте еще раз. Я не знаю, наверное, это такое мощное оружие, то, что даже нам наносит какой-то урон. Давайте мы, знаете, ребята, попробуем одеться в алмазный сет. И посмотрим, будет ли он нам сейчас наносить какой-то урон. Мне кажется, то, что такая большая дача у этого дробаша. То, что если вы не приспособлены к тому, чтобы держать в руках вот такое оружие, то, ребята, вряд ли вы сможете выжить. И вряд ли вы сможете вообще кого-то убить с помощью вот этого оружия. Потому что, как вы видите, оно нереально, ребята, сильное. И давайте мы попробуем сейчас выстрелить. Одно сердечко. Почему? Вот это меня так удивляет. Что это такое? А если я отсюда выстрелю? Да. Мне кажется, то ли это забагальное какое-то оружие, то ли оно нереально прям сильное. А давайте мы прям впритык попробуем. Пум! С одного выстрела. А ну давайте еще раз. Пум! Еще раз. Давай. Пум! С двух выстрелов. То есть, как видите, у этого дробовика нереально большой урон. 10 сердечек, 10 урона за один выстрел. Если стрелять с ближней дистанции. Потому что дробовик сам по себе очень сильное оружие. Вот сейчас я не могу стрелять. Вот сейчас я выстрелил. То есть, действительно, 3 секунды перезарядки. Это много, но это же дробовик, ребята. Пум! Будьте осторожны с этим дробовиком. Потому что это смертельное просто, ребята, оружие. Да. И сейчас в этой серии мы будем приступать к нашему финальному оружию, ребята. Что это такое? Все знают, кто играл в КС-ку. Да не только в КС-ку. Петух! Как его называют в народе? А как его называют оригинально? П-90. Скорострельность 5 секунду. Информации о уроне нету, но 5 выстрелов за одну секунду. Это уже офигеть какой автоматик. Точнее, пистолет-пулемет, да? Но все же, ребята, он крафтится с помощью 48 железа. Офигеть, какой дорогой. Да, 48 железа и 16 редстоуна. Давайте мы посмотрим, где же он. Это обычный пистолет, а нам нужен П-90. И смотрите, как он круто, ребята, выглядит. Это я уже могу просто снять. Охренеть просто. Смотрите, как он круто выглядит. Не смотрите на стрелы, которые торчат со всех моих конечностей. И так же сухо. Но все же, ребята, П-90 действительно выглядит очень круто. И сейчас патрончики, в принципе, такие же, как и на дробовик. Вот это, ребята. Райфл, клайп, или называйте, ребята, как угодно. Но оно вот так. В принципе, очень, ребята, даже круто. Сейчас давайте посмотрим, какой же урон. Да, твою... Какой автоматик прям. Офигеть, вы просто можете... Вы просто можете зажать. Вы просто можете зажать на правую кнопку мыши и стрелять. И вам нужно контролировать ваш спрей, как это называют в киэске. Да? То есть, спрей энд прей. То есть, зажимай и молись. Потому что тут действительно, если я зажму... Вот, смотрите, ребята. Я зажимаю правую кнопку мыши. Зажимаю. И смотрите, какая отдача. То есть, у нас действительно даже есть отдача у наших пушек. Вы можете просто контролировать, ребята, ваши выстрелы. Вот я сейчас контролирую. И это действительно очень круто, ребята. Эта пушка, это прям офигеть. Да вы заколебали вот эти мелкие заразы. Все, патрон... А, патронов нету! Патронов нету! Патронов нету! Зараза, уйдет меня! Будьте, ребята, аккуратны. Потому что вот этот петух стреляет очень быстро. Нереально, как быстро. И в вашем одном магазине есть только 16 патронов. Поэтому, ребята, будьте действительно очень аккуратны, когда вы будете стрелять. Потому что этот пистолет-пулемет расходует очень много патронов. Сейчас давайте мы, ребята, посмотрим, какой же урон он предоставляет нам. Давайте выстрелим. Один раз. Пум! Два. Пум! Три. Четыре. Пять. Шесть. Урончик такой же, как у пистолета, как у револьвера. Но стреляет он намного быстрее. Если мы просто зажмем... Или много раз будем нажимать на правую кнопку... Вы, конечно, много раз, наверное, не будете попадать. Потому что он быстро стреляет. Хотя... Хотя, ребята, может даже будете попадать. Ах! А вот так! А если вот так? А, зараза! Вот это... Ребята! А если сделать прохождение каверты зомби-апокалипсис... Вот с этими пушками. Даже без модов, ребята. Даже без модов. А просто вот с таким, ребята, выживанием с этими крутыми пушками. Как это круто будет смотреться, вы не подумали? Ребята, а может все же попробовать? Мне кажется, это офигеть как круто будет. Ну, ребята, знаете что? На этом мы, к сожалению, будем уже заканчивать вот эту серию. Что у нас тут еще осталось? Давайте мы посмотрим. А почему я не могу нажать на вот этот верстак? Я его... Твою мать, я его сломал. Я его сломал! Но ничего, ребята, страшно. Потому что я знаю, что у нас там еще есть. У нас там есть еще АК-47. И также две снайперские винтовки. Если я не ошибаюсь, есть еще одно какое-то оружие. Я подзабыл. Но что-то там... Да, есть, ребята. Мушкет! Точно, там есть еще мушкет. Ребята, если вы хотите видеть следующую серию завтра или послезавтра, даже, ребята, сегодня я выпущу ее специально для вас. Я вас прошу просто поставить лайк. Это очень быстро. Это несложно. За каждый ваш лайк, ребят, я вам скажу большое спасибо. Потому что это мотивация, чтобы записывать новые видео. Наберем 1500 лайков. А я верю, что мы сможем, ребята, с вами набрать. И я выпущу сразу же следующую серию. Если вы, конечно, этого хотите. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. И можете рассказать об этом видео своим друзьям, поделиться ВКонтакте. И также оставить свои комментарии под этим видео. Я, ребята, постараюсь его прочитать и также на него ответить. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день. Я всегда вас, ребята, жду. Приходите смотреть новое видео. Я буду этому очень сильно рад. Большое спасибо вам, ребята, за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.